Помощник присяжного поверенного Пятеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка Энн, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. Но душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил навеки вечную его карьеру, веру в людей, мировоззрение. Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренно мигал глазами и так чистосердечно просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста, каковыми считал себя юный защитник, имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту. Во-вторых, он, Пятеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно, заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою он говорил вяло, словно в тумане, глядя через голову присяжных. Говорил, и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно. В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый матерый адвокат, вели себя нетоварищеские. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника. Если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрысятся, в их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они, и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Пятеркин, в конце концов, не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю. В четвертых, впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в пятых, шестых, до сотых включительно. — Позор! Мерзость! — страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. — Кончено! К черту адвокатуру! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение! Подальше от этих господ! Подальше от этих дрязг! — Да езжай же ты, черт! Тебя возьми! — набросился он на возницу! Что-то едешь, точно мертвого жениться везешь! Гони! — Гони! Гони! — передразнил возница. — Мне ж не видишь, какая дорога! Черт и погони, так и тот замучается! Это не погода, а наказание Господне! Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Пятеркиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный и влажный ветер. Шел дождь, под колесами всхлипывал снег, мешавшийся связкой грязью. Буяраком, колдобиным и размытым мостиком не было конца. — Сгинь, не видать, — продолжал возниться, — этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться. — У какого Луки? — Тут по дороге в лесу старик такой живет. За мест лесника его держат. Да вот она и изба самая. Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек. — Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастную глухой ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Пятеркиным. Когда телега остановилась у избы из единственного окошечка, который робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче. — Здорово, старик! — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. — Можно у тебя переночевать? — Можно, — поворчал Лука, — тут уж есть двое. Пожалуйте в светелку. Пятеркин нагнулся, вошел в светелку, и... Мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом при свете сальной свечки сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение. Товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Пятеркину они возвращались из Н и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и превскочили. — Коллега, какими судьбами? — заговорили они. — И вас загнала сюда ненастья. Милости просим, присаживайтесь. Пятеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут. А потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством. — Я не понимаю, — пробормотал он с достоинством, пожимая плечами. — После того, что между нами произошло, я даже удивляюсь. Фон Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу. — Ну-с, читаю я дознание. А в дознании, батенька, противоречие на противоречие. Пишет, например, становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя три версты пешком. Как она могла пройти три версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А? Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Пятеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище. Лесной огонек поэтичен только издалека. Вблизи же он жалкая проза. Здесь освещал он маленькую серую коморку с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и две узкие шатки из камьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью. — Свиньи! — подумал Пятеркин, косясь на своих врагов. Оскорбили человека, стоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало. — Послушай, — обратился он к Луке, — нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть. — Сене есть? Да там холодно-с. — Чертовски холодно! — проворчал Семечкин. — Знал бы, напитков и карт с собой захватил. Чаю напиться, что ли? — Дедусь, сочини-ка, самоварчик. Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и три чашки. — Чай у меня есть, — сказал Фон Пах. — Теперь бы только сахару достать. — Дед, дай-ка сахару. — Эва, сахару! — ухмыльнулся в сенях Лука. — В лесу сахару захотели. Тут не город. — Что ж, будем пить без сахара, — решил Фон Пах. Семечкин заварил чай и налил три чашки. — И мне налили, — подумал Пятеркин. — Очень нужно. Наплевали в рожу и потом чаем угощают. У этих людей просто самолюбия нет. — Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же, у меня есть сахар. Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули. — Ей-богу, это мило! — зашептал Фон Пах. — У нас нет сахара, у него нет чая. Ха-ха-ха, весело. Какой же, однако, он еще мальчик, верзила, а настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка. — Коллега, — повернулся он к Пятеркину, — вы напрасно брезгаете нашим чаем, он не из дешевых. А если вы не пьете из амбиции, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром. Пятеркин промолчал. Нахалы, — подумал он, — оскорбили, оплевали, ищи лезут. И это люди. Им стало быть нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде. Не буду обращать на них внимания. Лягу. Около печи на полу был расстелен тулуп, у изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой. Пятеркин растянулся на тулупе, положил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой. — О, какая скучища! — зевнул Семечкин. Читать холодно и темно, спать негде. Скажите мне, Ось Поспач, если, например, Лука пообедает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет? — Кража или мошенничество? — Ни то, ни другое. Это только повод к гражданскому иску. Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Пятеркин слушал и дрожал от злости. Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор. Какой вздор мучился он, слушая их. Как отстали, как нелогичны. Спор кончился тем, что фон Пах лег рядом с Пятеркиным, укрылся шубой и сказал, — Ну, будет, мы своим спором не даем спать господину-защитнику. Ложитесь. — Он, кажется, уже спит, — сказал Семечкин, ложась по другую сторону Пятеркина. — Коллега, вы спите? — Пристают, — подумал Пятеркин. — Свиньи! — Молчит, значит, спит, — промычал фон Пах. Ухитрился уснуть в этом хлеву. Говорят, что жизнь юристов кабинетная не кабинетная, а собачья. Ишь ведь, куда черти занесли. А мне, знаете ли, нравится наш сосед, как его, как его, шестеркин, что ли, горячий, огневой. Но лет через пять хорошим адвокатом будет. Есть у мальчика манера. Еще на губах молоко не обсохло, а уж, говорит, с завитушками. Любит фейерверки пускать. Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал. Близкое соседство врагов и их хладнокровный снисходительный тон душили Пятеркина. Его распирало от злости и стыда. А с сахаром-то история, ухмыльнулся фон Пах, сущая институтка. За что он на нас обиделся? Вы не знаете? Черт его знает. Пятеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то. Но мучения истекшего дня были уж слишком сильны. Вместо слов из груди вырвался истерический плач. Что с ним? Ужаснулся фон Пах. Голубчик, что с вами? Вы, вы больны? Вскочил Семечкин. Что с вами? Денег у вас нет. Да что такое? Это низко, гадко, целый день. Душенька моя, что гадко и низко. Осип, Осип, посидайте воды. Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз, да? Ну, так это понятно. Плачьте, милый. Я в свое время вешаться хотел. А плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте. Оно легче будет. Гадко, мерзко. Да ничего гадкого не было. Все было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали вас хорошо. Мнительность, батенька. Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фрачишка-музыкант одолжил. Сижу, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то выходит меня на дум, и прокурор глумится, и сам-то я глуп. Чай порешили уже адвокатуру к черту. Со всеми это бывает. Не вы первый, не вы последний. Не дешево, батенька, первый дебют стоит. А кто издевался? Кто глумился? Никто. Вам только казалось это. Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли так же, что присяжные глядели вам в глаза презрительно? Да, ну так и есть. Выпейте, голубчик, укройтесь. Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.